МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте «50 рецептов первого» раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство «50 рецептов первого». Просто вкусно! В огороде близ беседки жарится шашлык. В самой беседке читаются книги. По мощным дорожкам бегают дети. У водоема загорают друзья. А вечером при свете фонарей устраиваются незабываемые ужины. Добро пожаловать на дачу! Вы еще успеете насладиться дачными посиделками, если это утро проведете с ведущей Марией Кондратьевой и шеф-поваром Вячеславом Горбатовым. Приветствуем вас! Сегодня будет действительно интересно, потому что мы приготовим блюда из тех овощей, которые выросли на ваших приусадебных участках. Чем заняться на даче, если все сорняки вырваны? Варенье сварено. Огурцы и помидоры с любовью разложены по трехлитровым банкам. Конечно же, готовить ужин и собирать друзей, потому что все еще тепло, все еще есть возможность наслаждаться свежими овощами, поэтому самое время приготовить из них что-нибудь вкусненькое. Сегодня приготовим кабачков, тыквы, сельдерея, зелень, которая еще осталась, огурцы. И сделаем салат с печеной тыквой, с филе цыпленка, а для заправки используем кисломолочный продукт. То есть необычная такая заправка будет в греческом стиле. Затем сделаем фаршированные кабачки и шампиньоны. И запьем это все. И фаршированные кабачки, и фаршированные шампиньоны. Или мы кабачки фаршируем шампиньоны? И кабачки, и шампиньоны. А чем мы их нафаршируем? А мы их нафаршируем мясным соусом, который приготовим из куриного фарша. Что-то вроде куриного баланьеза, да? Ну что-то такое, да. Что-то вроде этого с использованием грудинки копченой. Тоже такой греческий мотив, как мне кажется, нет? Ну да, похоже мы готовим мусаку, помнишь? Да, мусаку. Вот меня как раз-таки это и напомнило. Что-то тебя сегодня потянуло, Слава. На Средиземноморье я тебя потянула, однако. На белорусскую дачу тебя не тянет, а на Средиземноморье. Ну почему? Мы лучше принесем Средиземноморье на белорусскую дачу. На кухню белорусской дачи. Прекрасное решение. И запьем мы все, это еще и лимонад. Сами приготовим лимонад? Сами приготовим. А из чего он готовится, Слава? А готовится он будет с использованием специй лимона и газированной минеральной воды. Как интересно. Друзья, оставайтесь с нами. Я уверена, все вы белорусы дачники. Даже если у вас нет дачи, в душе вы дачники. Все мы дачники и мечтаем, что после сорока обзаведемся домиком в деревне и будем полоть грядки. Это, мне кажется, релакс, это удовольствие. Это своего рода какая-то, наверное, психотерапия, знаешь, такая белорусская. Поэтому уверена, что каждому из вас будет интересно, что же мы сегодня приготовим из того, что выросло на грядках. Начинаем наш удачный выпуск. Салат с печеной тыквой и жареным филе с заправкой из йогурта. Тыква, филе цыпленка, листья салата, огурец, сладкий перец, белое вино, стебель сельдерея, растительное масло, соль, оливковое масло, перец, тимьян. Для маринада йогурт, чеснок, карри, соль, оливковое масло. Для заправки кисломолочный напиток, мята, чеснок, оливковое масло, соль, белое вино. Шампиньоны и кабачки, фаршированные мясным соусом. Шампиньоны, кабачок, карри, оливковое масло, сыр моцарелла, куриный фарш, репчатый лук, морковь, томаты в собственном соку, корень сельдерея, красное вино, розмарин, копченая грудинка, чеснок, соль. Домашний лимонад с бадьяном, куркумой и мятой. Мята, бадьян, розмарин, куркума, мед, минеральная вода, лед, лимон. Я начну с того, что очищу тыкву, наряжу кубиками, поставлю запекать. С ней же подготовлю кабачки, разрежу пополам, достанем семечки и тоже отправим в духовку. И вместе с кабачками в шляпке шампиньон долим ножки, очистим шкурку, соль, специи, масло оливковое и тоже в духовку. Начнем. Дача – это не просто загородный дом, это символ, смысл которого меняется в зависимости от исторического периода. К примеру, в 18 веке дача – это символ благоговения власти. В 19 веке дача символизирует причастность к среднему классу. 20 век – сталинское время, дача для буржуа в основном. А в 60-е годы 20 века дача – это минимальная свобода и мираж частной собственности. Именно в 60-е годы в Советском Союзе было принято постановление каждому гражданину выделить кусочек земли. Это было 6 соточек, и с той поры синонимом слова «дача» стало понятие «шесть соток». Постановление спровоцировало настоящий дачный бум. И вокруг больших и маленьких городов начали разрастаться дачные поселки. Люди ездят на дачи, наверное, не для того, чтобы отдохнуть. Нет, для того, чтобы отдохнуть путем смены вида деятельности, как у нас принято. Потому что на своей даче очень сложно отдохнуть. Зато возможно отдохнуть на даче у друзей, у мамы с папой, у родственников, у бабушки с дедушкой. Вот там можно отдыхать, где кто-то работает и постоянно поддерживает все в порядке. Слава, есть ли у тебя дача? Рассказывай. Есть. У меня вообще дача спрождает всю жизнь. Первая – это дача моего дедушки. Ее построили еще в 68-м году. А в Ратанке. Затем, когда мне было 12 лет, мои родители получили дачный участок. И тоже там мы вместе строили дом, возделывали его. Я там юность свою провел. То есть, как ты говоришь правильно, что это такая свобода. Родители дома, ты на даче. Родители на даче, ты дома. Вот, можно было меняться домиками, да? Да, да, да. И планировать свои какие-то такие дела дружеские, да? Да, свой отдых. Какие-то вечеринки, отдых. Слава, очень красиво. Не могу я отметить, роскошная тыковка нам попалась, правда? Оранжевая, да. Идеальная осенняя тыква. Это желтая тыква, оранжевая тыква, она более сладкая, более плотная и менее водянистая. Угу. Чем я могу тебе помочь? Давай же неужели. Чем я могу заняться шампиньонами. Я и хотел тебе это поручить. Ножки отдельно, мы потом добавим в соус, а шляпки вот счищаем. Да, я это знаю, я это умею. Ну, покажем телезрителям. Конечно. Счищаем наружный слой, чтобы шампиньоны пропеклись и отдали более ароматными будем. Тем временем я очистил тыкву. Нарезал кубиком для того, чтобы потом запечь ее и затем использовать салат. То есть это будет как такой дополнительный гарнир к салату, теплый. Теплая тыква и теплая жареная куриная феля. Прекрасно. Это будет теплый салат, да? Ну, да. Если он не остынет, он будет теплым. Если он не успеет остыть, то он будет теплым. В принципе, это можно сделать в печи, на даче. Вообще замечательно. Да, если есть печь, то это, конечно, сказка. Тыкву нарезали кубиком, посыпали солью. На фольгу выложил, чтобы легче было ее потом снять с противня. Оливковое масло. Либо какое-то любое нерафинированное, льняное масло, допустим, немного добавить. Перец черный. И тимьян. Чебурок. Все. Температура 200 градусов. И где-то минут 15-20. И тимьян будет готова. Для Запада дача является феноменом восточной славянской культуры. С их точки зрения вести дачное хозяйство экономически невыгодно. Ну, стоит хотя бы однажды сесть за дачный стол, как все экономические теории тут же моментально буквально улетучиваются. И вот тот стол, который мы сегодня приготовим со славой, я уверена, растопит любое сердце прагматикой того, кто очень любит считать. Так, у меня следующий проспинь готов. Шампиньоны, в принципе, можно сразу выкладывать в шляпки, готовленные. Сейчас я переложу, да. Мы их тут замаринуем. Кабачки. Вот те, что... То есть я выбрал, как видите, небольшие, маленькие кабачки. Можно и большие так делать, но тогда это будет более такое многопорционное блюдо. Удаляем семечки и их не выкидываем. То есть здесь семечки, так как они молодые, мелкие. Они пойдут в соус вместе с ножками от шампиньонов. Ты прям как европеец. Вот сегодня мы готовим по европейским тенденциям, но из белорусских продуктов. Когда ничего не уходит впустую, ножки шампиньонов мы собираем для соуса, косточки от цукени мы собираем для соуса. Никакой продукт не выбрасывается. Ну так мы же в центре Европы. Верно. Верно, Слава, верно. Друзья, расскажите ваши любимые дачные рецепты. Ведь, наверное, не у всех, Слава, на даче есть кухня, да? Ну, ты знаешь, в большинстве своих случаев есть. То есть, ну, как ты же будешь готовить, возделывать там огород, при этом ничего не кушать. Тогда рассказывайте свои дачные рецепты, друзья. Для того, чтобы мы вас услышали, у нас есть официальный аккаунт Инстаграма, он называется 50 рецептов. Вы можете оставлять свои комментарии и в них же делиться с нами своими рецептами. А мы, в свою очередь, обещаем их прославить на всю страну и приготовить в эфире телеканала Беларусь-1. Вот интересно, в чем особенность того, что мы заранее без начинки запекаем продукты? Может быть, стоило бы как раз-таки целиком уже все? Объясню. Рассказывай. Тут есть маленький нюанс. Дело в том, что соус у нас уже будет готов. То есть этот соус вы можете приготовить накануне дома, запечь овощи на даче, потому что на даче обычно площади небольшие, времени мало. Хочется все делать быстренько. Пока запекаются овощи, вы нарезали, допустим, салат, выложили этот соус сверху и прогрели его прямо в подготовленных овощах. А еще посмотри, Слава, как здорово получается. Все блюда, которые мы готовим, они полезные, здоровые и весьма диетические. Да, абсолютно. Согласитесь, вот эти дачные наши продукты, это обилие овощей, которых, к слову, в рационе здорового человека, по мнению диетологов, должно быть ровно 50%. Вот всего этого в достатке. Еще есть такая китайская мудрость, древняя китайская мудрость, что всегда мясо надо прятаться в овощах. Прятать. Прятать, именно скрывать. Это значит, что мяса должно быть меньше, оно может прятаться в овощах. А овощей должно быть больше. Согласна. У нас так сегодня и будет, в принципе, потому что в соус пойдет тоже большое количество овощей, он же будет выкладываться в печеные овощи и подаваться на стол. Это будет вкусный обед. Шампиньоны превращаем шляпкой вверх. Посыпаем карри, что шампиньоны, что цукини. Карри придаст остроту и цвет. Затем, когда пропитает наши овощи, карри так вот, не жалеющий. Соль. Для того, чтобы овощи пустили сок и пропеклись быстрее. Масло тоже не рафинированное, экстра-вирджин. Все. Теперь шампиньоны опять. Пускай так ставят, потом перевернем. Красиво, видите. Отправляем в духовку при температуре 200 градусов буквально на 15-20 минут. Они не должны приготовиться, они должны просто слегка подпечься. Итак, друзья, в нашем духовном шкафу запекаются тыква, цукини и шампиньоны. Мы же приступаем к приготовлению начинки. Что ж, я как истинный шеф, пока готовлю соус, не могу видеть Марину без работы. Человека рядом и без работы. Который стоит и просто смотрит. Поэтому я поручу тебе приготовить лимонад. Для лимонада, домашнего лимонада, нам понадобится бадьян. Обожаю его запах, Слав. Насыщенный вкус, да. Кто вообще можно использовать? Расскажи. Куда угодно. Мы с тобой в паназиатской кухне используем. Я привезла из Грузии много бадьяна. Я знаю, что я его люблю, но куда его использовать? Предлагаешь выпуск программы «Осветить бадьяну»? Нет, я не предлагаю. И ты хочешь, чтобы я бадьян свой принесла сюда? Да, конечно. Мешок бадьян. Нет, не на ту нарвался. Вот так вот. Итак, и специи бадьян, куркума, антиоксидант, который, во-первых, закрасит наш лимонад такой приятный желтый цвет. А это что у тебя? Розмарин. Розмарин, да. Дружище, а хотели мы добавить тархун, на самом деле, но мы его не купили. Ну, есть розмарин, и это тоже неплохо. И мята. Мята уже пойдет в конце в сам кувшин для красоты. Стоял вместе розмарином. Для соуса сначала мне необходимо обжарить копченую грудинку. Нарезаем ее кубиком и в разогретую, в данном случае, кастрюлю с толстым дном выкладываем, чтобы он пустил свой жир и вытупился. И этот аромат затем, аромат копчения передался всему соусу. Затем я туда добавлю лук, чеснок, корень сельдерея, морковь, томаты в собственном соку там стоят и куриный фарш. Из этого всего мы приготовим соус. Вкусный соус. Слава, расскажи, как обычно ты работаешь с сельдереем? Он такой твердый, я не могу его почистить, и тем более сложно его нарезать. Ну, ты знаешь, экономкой его можно чистить легко, то есть специально вот таким вот овощечисткой. И просто взять банально, порезать дольками и населить на терке, на крупной терке. Кстати, да, можно ведь на крупной терке морковной. Да, 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 совершенно верно. Чем мы и займемся. Итак, грудинка кубиком и отправляем ее обжаривать. Чтобы отдала соусу все свои ароматы. Между тем моя чистая вода начинает превращаться в лимонад, точнее в основу для него. Я завариваю травы, завариваю бадьян, завариваю куркуму и розмарин. Все эти вкусы смешиваются и пропитываются друг другом. Он проварится буквально недолго, его можно будет снять. Когда остынет где-то градусов 60-70, можно будет добавить мед, минеральную воду и получим сок лимона, может быть цедру лимона. Отправим в холодильник. Обязательно. Либо добавим льда. Мелко рубим лук, морковь на терку, сельдерей на терку, крупную. Фарш у нас уже подготовлен. Слава, вот я уверена, что у каждого человека, у которого есть дача, есть любимые обязанности на даче и есть нелюбимые обязанности на даче. Расскажите мою любимую обязанность на даче. Расскажи, конечно. Отдыхать. Вот оно. Все мы любим отдыхать на даче, но для того, чтобы отдохнуть на даче, нужно там вначале что? Поработать. Что ты делаешь на даче? Рассказывай. Ой, совсем недавно красил стойки под виноград. Вот так. То у тебя есть виноград, следовательно. Да, виноград. И почему мы его еще не пробовали на нашей кухне? Очень вкусный виноград. Хорошо, в следующий раз принесу, попробуем. Славочка, будь так добр, наш зритель ждет. В следующий раз мы посвятим программу каким-то зимним овощам, которым можно использовать дачные овощи, которые сохранились зимой. А что у тебя полят грядки? Мама. У меня мама пенсионер, и она все время практически проводит грядки. Я думаю, у каждого так в семье. Мои родители тоже выращивают много овощей. Благодаря им я не покупаю сумасшедшее количество овощей, никогда не покупаю картофель, пока еще не знаю, что это такое. Поэтому не с кем вам покуем мои хорошие, мои родные и вообще все белорусы, у которых есть дача. Потому что это действительно огромное дело, работать на работе и по выходным ездить на дачу работать. Слава, вот у меня мята. Я ее измельчаю, либо целиком, потом, в конце, я знаю. Знаешь, я бы хотел в конце в кувшин что ложить, прямо вот с веточкой, и чтобы она раскрылась. А лепесточки не понадобятся. Ну, почему, Саша, тоже можно кинуть лепесточки и веточку. И ту же веточку розмарина. Это будет как бы еще и украшение нашего лимонада, кувшина. Хорошо. Туда же можно дольки лимона кинуть кувшин. Оставшийся лимон потом выжмем в сок и сотрем цедру. Тонкие полукольца лимона можно добавить туда. Лимонад же все-таки. Я нарежу полукольца лимона, потому что это лимонад. Ученые считают, что лимонад появился в Китае. Но максимальное свое распространение в самом начале обрел именно в Египте. И там готовили лимонад с добавлением лимона и чего-то сладкого, сахара либо меда. А вот во Франции, предреволюционной Франции, 1670 год, были разносчики лимонада. Они носили на спинах огромные бочки по улице и разносили лимонад, наливали их, наверное, в какую-то посуду. Ну, это что-то по типу, как в Советском Союзе, наверное, эти ларьки с газировкой, да? Аппараты с газировкой, только живые. Они ходили, а разносили лимонад и продавали его по ходу. Мне кажется, наибольшее распространение он приобрел, когда уже появились бытовые сифоны, наверное. Конечно же, речь тогда шла, друзья мои, о другом лимонаде. Он не был газированный. Это была просто вода с лимоном и с добавлением чего-то сладкого. Это была возможность приятно и вкусно утолить жажду. И вот так со временем уже лимонад начали газировать сифонами. Я помню даже в моем детстве огромные зеленые сифоны, эти баллоны, которые... Смотришь, есть ли там какой-нибудь без дырочки, чтобы загазировать эту воду. Так хотелось вот этих пузырьков. Их было так мало в моем детстве. Сейчас полным-полно кругом. Но те лимонады, которые продаются в магазинах, конечно, это совсем другая история, друзья. Я, допустим, своим детям не давала бы такие лимонады. Вот так вот. Тем более, что они пересыщены с сахаром. У нас вместо сахара используется мед, который, наоборот, даст пользу нашему организму. То есть в котором много очень полезных веществ, минералов и витаминов. Очень интересная идея у тебя, Слава. И будут те самые пузырьки. Их будет немного, но они будут. И их придаст нам минеральная вода. Это же полезное для здоровья. Итак, я тоненько нарезаю лимон для того, чтобы украсить этими колечками наш лимонад, будущий лимонад в кувши. А у меня в кастрюле жарится лук, бекон, натертый на крупной терке морковь. И сейчас туда же следом отправится корень сельдерея. Так, все у тебя настаивается. Ты опять бездельничаешь. Да, я бездельничаю. Давай мне задать. Я тебе доверю салат. Для салата нам надо нарезать, сколько, наверное, 2-3 огурца. Вот сюда вот крупно. Крупно? Кольцами или полукольцами? Полукольцами. Ну, таким кубиком, знаешь. Кубиком. Хорошо. Кубиком же какие-то два перчика. Хорошо. Я, наверное, славно надену фартук. Наверное, надень. Наверное, нужно это сделать. Так, овощи. Уже следом можно отправлять и фарш куриный, чтобы он начал обжариваться, выпускать сок. Овощи за счет этого сока потушатся. Еще сюда надо добавить для аромата розмарин. Именно только листики. Я измельчаю огурец и перец для нашего салата. Кстати, как там наши овощи, Слава? Овощи уже готовы, можно доставать. Так, может, они там уже горят? Сейчас, секундочку, никто ничего не горит. Слушай, а вот на даче ведь нет духового шкафа. Ну, точнее, не у всех он есть. Может быть, можно приготовить в печи, либо на улице разжечь костер и приготовить вроде как на гриле. В фольге. В фольге, например, точно. В фольге выложить этот соус, горячие овощи, и даже не надо греть. Оп, оп, оп. Ой, какие хорошенькие. Красота получилась. Проверим. Дай-ка мне ножи, пожалуйста, маленькие. Проверим, как они припеклись. Ой, все уже. Готово. Теперь в соус мне осталось добавить томаты в собственном соку чищены и влить красное вино, где-то полстакана. Вино – это как по желанию, опция. Все, довести соли до вкуса, и соус готов. То есть этим соусом мы начиняем цукини и шампиньоны и еще раз отправляем в духовой шкаф. Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовой шкаф, для того, чтобы просто прогрелось все. Схватилось это все, да? Да, схватилось совершенно верно. Можно даже и не отправлять. Если горячий соус, горячие цукини, просто выложить сверху соус, посыпать сыром, он сразу же расплавится и подать сразу же к столу. Прекрасный обед. Маринуем филе цыпленка. Точно так же, таким же образом можно мариновать его для шашлыка. Для этого нам понадобится кисломолочный какой-то продукт. В данном случае ты взял йогурт, да? Да, йогурт. Ну, естественно, не сладкий. Конечно. Греческий йогурт. Ну, если, простой, курится со вкусом клубники, то можно брать сладкий. Можно и конспиритировать, на самом деле. Чеснок на боковой мелкой терочке натираем, чтобы он быстрее отдал свои вкусы, но не было его кусочков чеснока. Соль, карри, оливковое масло. Сегодня карри главный герой выпуска. Ну, один из главных. Он мне нравится. И оставляем минуту 15, чтобы филе промариновалось. А как думаешь, может, стоило сначала измельчить, а потом мариновать, чтобы вот прям вот... Нет, оно тогда будет сочное. Сейчас мы ее поджарим, потом нарежем, сразу выклышим. Выглядит очень аппетитно. И так вот целиком можно жрать прямо на решетке. На даче. Подавать к столу, на даче. Совершенно верно. Так, филе откладываем. Мясной соус практически готов. Осталось мне добавить тоже чеснок. Если ты, Марин, свободна, натри мне, пожалуйста, еще сыра. С удовольствием, Слав. На крупную терку. Даже если я не свободна, я готова тебе помочь. Так, ну, в принципе, лимонад у нас настаивается. Фаршировка сейчас отправится в духовку. Нам остался салат. Для салата нарезала огурец, перец. Можно туда же нарвать, будет листья салата смешать все. Чесночок только рубим. Так, я рву листья салата. И практически дачные посиделки уже подходят к своему апофеозу. Да, к главному моменту. Выкладываем соус, кабачки и шампиньоны. Посыпаем сверху сыром. Ставим запекать. Если у вас цукини свежие, прямо с гриля горячий еще, соус тоже свежий приготовленный, запекать уже не надо. Можно просто посыпать сыром и сразу подать на стол. Между тем, я начинаю жарить куриное филе для салата. На растительном масле. Так. Сейчас проверим. Как мы проверяем обычно, друзья, нагрелась ли сковорода и нагрелось ли в ней масло. Бросаем в нее листочек зелени. Листочек не горит, не шкварчит. Рано еще. Рано еще. Отправлять курочку на сковороду. А у меня все готово. Чудно. Соус остался. Сыр у тебя тоже есть. Этот соус можно потом использовать с пастой, допустим. Точно, сварить пасту. Перемешать с этим соусом. И будет такое счастье семье. Либо просто продолжить дачной посиделке, почистить картофель, отварить его и с этим соусом подать. Картошечка белорусская, действительно. Что мы эту пасту итальянскую... Сыр, вот. Посыпаем сыром. Лежишь картошечка. И ставим запекать. Все практически уже готово. Перейду тогда к салату и к заправке. Да, заправка. Мне интересно узнать, что это за заправка будет, Слава. Сейчас узнаешь. Заправка из числомолочного продукта. С ароматными травами, чесноком и солью. А, и оливковое масло начну. Ой, да много индиетов. Сейчас все узнаешь. Чаще раз. Дай мне пять минут, да? Да. Все, отправляем в духовку, чтобы сыр расплавился и появилась корочка. Красота. Между тем обжариваем куриное филе для нашего салата, а Слава приступает к приготовлению заправки. Вот-вот уже все будет готово. Да, уже лимонад настаивается. У нас, значит, после сделки удались. Итак, что же мне понадобится для соуса? Для соуса мне понадобится мята свежая. Вот она у тебя еще осталась. Пожалуйста, у меня ее еще очень много. Чеснок. Оливковое масло. Экстра виржин. Соль. И кисломолочный продукт. И пока Слава готовит заправку для салата, я закончу приготовление лимонада. Это получится поистине божественный и наполненный витаминами напиток. Потому что здесь и мед, и лимон, и зелень, и мята, и чего тут только нет. Еще сейчас цедра лимона там появится. И его сок. Филе куриное уже обжарилось. Появилась такая корочка. Сейчас надо его доготовить изнутри. Для этого берем белое вино. Вливаем полстакана белого вина, накрываем свежкой. И выключаем нагрев, чтобы куриное хлебе протушилось. Процеживаем наш отвар из бадьяна, розмарина и карри. Куркумы. Постоянно путаю. Слава, вот в чем разница? Кари и куркумы. Большая разница. Кари. Большая? Кари – это острая смесь, в которой очень много компонентов. А куркума – это продукт, это растение. Кари – острая смесь компонентов, а куркума – это растение. Да, да, как и имбирь. Очень легко и просто запомнить. Слава, мне кажется, получился такой вкусный напиток. Ну и внешне, смотри, какой такой насыщенный цвет имеет. Какой красивый. И не скажешь, что он натуральный даже. 100% натуральный, то есть куркума – это вообще антиоксидант. Детей можно обмануть, сказать, что апельсиновый лимонад, и все поверят. Куркума – это антиоксидант, который выводит радионуклиды из организма. Лимон – витамин С, соответственно. Мята – ментоловые пары, освежает дыхание. Мед – вообще кладезь полезного. Минеральная вода. Сказка, а не напиток получился. Друзья, рекомендуем вам дома готовить вот такие напитки на выходных. Это очень просто, это очень полезно. И все выходные можно баловать свою семью не только вкусом, но и здоровьем. Тем временем я приготовил заправку. Для заправки мне понадобится кисломолочный продукт, соль, чеснок, масло оливковое. И сейчас нарежу сюда зелень мяты. Действительно такая греческая заправка получается. Что-то вроде вот этого соуса греческого. Задзыки. Да, только там идет кефир, огурец, да. Ну, такая интерпретация в некотором роде. Надо сказать, что не совсем кефир, а идет именно греческий йогурт. А, это мы тут уже кефир заменяли, видишь, как я запомнила по-белорусски. Греческий йогурт. Так, забираем. Забираем, наконец, из духового шкафа то, что нам положено сегодня на обед. Ух ты, как красиво! Как это красиво! Слава! Я в соус добавил еще соль, потому что он должен иметь насыщенный вкус для того, чтобы овощи окрасились вот этими вкусовыми ароматами. Попробуешь? Конечно! Спрашиваешь еще. Какие? Я бы такой соус ложками ела. С картошечкой печеной можно, с тварной, с тыквой просто подавать тоже. Назначение много соуса. Сладкий свой передашь? Нет. Нет. Держи! Спасибо. Конечно. Заправляем салат. А тыковка, как очередь, пойдет? А вот потом посмотришь. Я буду декорировать сегодня салат сам, если не доверю этому. Не жалею тогда? Не жалею. Далее ты уже этот стакан туда, что ты уже мелочишься. Как скажешь. Будем есть как суп, ложками. Все равно мы это потом выложим. Осенний. Осенний, да. Осенний, ароматный. Очень витаминный и полезный. Так, салат готов. Тыквочка подготовлена. Запеклась. Куриный филе. Доставь. Ты можешь выкладывать эти фаршировки на тарелку. Могу. Ты доверишь мне сервировку? Конечно. Обычно шефы, что-что, сервировку они мне не доверяют. Ладно уже, все, я мне доверяю. Курица, за счет вина протушилась, а так как мы мариновали ее в кисломолочном продукте, быстрее свернулся сок, поэтому она стала вот такая белая, и ее не надо долго запекать, не надо долго подвергать термической обработке. Вот такая замечательная, сочная курочка. Хочешь попробовать, Марина? Ну, я думаю, я уже в салате попробую, Славочка. В салате будет потом, на, пробуй. Ой, какой ты добрый. Я щедрый, да. Сама щедрость. Сочненькая? Сочненькая. И при этом не надо ее резать мелкими кусками, то есть жарить. При этом абсолютно готовая. Да. Я боялась, что вот эта широкая сторона будет неприготовленной до конца. Все приготовлено. Итак, выкладываю салат. Сначала заправленные овощи с листьями салата в центр тарелки, горочкой так вот. По краям печеная тыква и жареное филе. То есть я не ошиблась, Слава? Что? Ты доверил мне дизайн обеденных тарелок. Конечно. И ты не будешь вслед за мной переделывать ничего? Нет, потому что переделывать, я думаю, не будет нечего. Хотя... Тебе должно понравиться, Слава. Хорошо договорились. Ну, то есть даже если не понравится, тебе должно понравиться. Нет, надо промолчать, я понял, да. Все. Ваши эти профессиональные штучки оставьте при себе, да? Да. Мы же в конце концов на даче. Мы на даче. Мы дома, мы на даче. Это еще интереснее. Там вообще можно... Еще проще. Еще проще. Можно кусок дерева все выложить, да? Да, и будет красиво такое, знаешь, и сделать стильное фуд-фото, как сейчас модно. Растекайный стиль такой. И выложить в Инстаграм. А у нас ведь есть официальный аккаунт Инстаграма. У нашего проекта 50 рецептов первого, которые мы ведем с душой, с любовью и стараемся постить туда все самые актуальные из того, что происходит у нас в программе. Все самые последние рецепты. Это, что самое главное, самые вкусные рецепты, проверенные рецепты, которые мы испытали на себе, друзья. Поэтому подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте обязательно нам лайки. Ну, дизлайки там просто нельзя поставить. Оставляйте свое мнение. Мы рассчитываем на то, что вы будете с нами честными. Поэтому плохое, хорошее. Давайте обсуждать все вместе. Ароматный лимонад. Минеральная вода не перебила ничего. То есть она просто добавила легкие газики. Это искристость такую. Легкую-легкую. Ну, остается... После вкусия роскошная, правда? Так вообще кислинка. Ты продумал все эти вкусы, как конструктор сложил их в одном кувшине при помощи моих рук. И мы создали что-то удивительное. У нас на столе сегодня дачный обед. Это получился богатый, красивый, яркий, сочный, наполненный ароматами и вкусами обед, который смело можно подавать в мишленовском ресторане. Согласен. Потому что продукты региональные, местные, правильно выращенные. Потому что все это то, что сейчас в тренде во всем мире, в Европе, всюду, везде и всюду. Поэтому едим натуральные, правильные, домашние продукты, готовим свои домашние блюда и угощаем своих родных и близких. Что же, у нас сегодня дачный обед. Он состоит из салата с кисломолочной заправкой, жареным филе и печеной тыквы. Затем фаршированные кабачки и шампиньоны, фаршированные мясным соусом. И лимонад, домашний лимонад. Наконец-то мы все это дело попробуем. Переходим к регустации. Для приготовления салата с печеной тыквой и жареным филе с заправкой из йогурта мы использовали тыква, филе цыпленка, листья салата, огурец, сладкий перец, белое вино, стебель сельдерея, растительное масло, соль, оливковое масло, перец, тимьян. Для маринада йогурт, чеснок, карри, соль, оливковое масло. Для заправки кисломолочный напиток, мята, чеснок, оливковое масло, соль, белое вино. Для приготовления шампиньонов и кабачков, фаршированных мясным соусом, мы использовали шампиньоны, кабачок, карри, оливковое масло, сыр моцарелла, куриный фарш, репчатый лук, морковь, томаты в собственном соку, корень сельдерея, красное вино, розмарин, копченая грудинка, чеснок, соль. Для приготовления домашнего лимонада с бадьяном, куркумой и мятой мы использовали мята, бадьян, розмарин, куркума, мед, минеральная вода, лед, лимон. Что ж, друзья, мы на даче, у нас сегодня дачный обед, он красивый, его даже как таковым и дачным не назовешь? Ресторанным, можно сказать. Ресторан на даче, ой, если бы ресторан можно было назвать дача, то вот это тот обед, который подавали бы в этом ресторане. Почему бы и нет? У каждого на даче должен быть свой ресторан. Согласна, пробуем, пробуем наше ресторанное блюдо. Приготовлено из биологических продуктов. За счет кисломолочной заправки появляются нотки, да, овощей? Боже, такие настоящие открытия. Насколько тыкву разукрасил вкус вот этой кисломолочной заправки. Насколько вот эти овощи придают сочности. И эта курочка, ее вот тоже обильно в эту заправку обмакнуть, попробовать. Удивительное ощущение, удивительное. Обязательно готовить такой салат. Все те же продукты, которые мы знаем, как в руках шеф-повара они превращаются в совершенно новые вкусы. Смотрите, по выходным на Беларуси одену. А теперь перейдем к горячему. Да. Кабачок. Грибочек. Грибочек. Довольно сытный, вкусный обед. Грузинка обжарилась, чувствуешь, что все вкусы дают только обжар. Грузинка придала невероятный аромат этому блюду. Она, можно сказать, сделала большую часть работы. Вся пикантность, вся такая изысканная резкость такая, утонченная. Все это дала нам грудинка. В сочетании с печенными овощами, она вообще божественная. Без грудинки блюдо было бы гораздо скучнее, правильно? Мило бы ровный вкус. Слава, это божественный обед. Это обед гораздо вкуснее, чем те обеды, когда мы используем там семгу, кальмары, креветки. Вот это все дорогое. Они тоже, конечно, вкусные, но какое удовольствие получаешь от своих родных продуктов в совершенно новых каких-то концепциях и интерпретациях. Да. При этом ваш организм скажет вам спасибо за то, что вы использовали именно ваши выращенные на грядках продукты, потому что мы все-таки это то, что мы кушаем. А лимонад-то как хорош. Ну слов больше нет таких, которые могли бы описать этот обед. Так, единственное, что мы можем вам от всей души и от всего сердца порекомендовать, это приготовить такой обед у себя дома для своих близких. Готовьте просто вкусно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова